Наш сервис осуществляет ремонт как геодрического оборудования, так и оборудование систем управления строительной техникой всех брендов. Мы самостоятельно проектируем, распечатываем на 3D принтере различные аксессуары. Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся в нашем сервисном центре в городе Казани на улице Карбышева, дом 50. Представляем вам нашего сервисного инженера Сергея Геннадьевича, главного в сервисном центре. Помещение сервиса состоит из нескольких зон, в которых осуществляются различные виды работы. В данном случае мы имеем рабочие столы с тремя рабочими местами для осуществления различных, в первую очередь, более простых, скажем так, работ. Для работ не с электронными компонентами. Имеется местное освещение, имеется ручное оборудование, то есть ручной или электроинструмент для выполнения определенных задач. Есть сверлильный станок, наждак, соответственно, маленькие малогабаритные станки, стол для пайки центральной, стол для разборки и мелкого ремонта ваших изделий, слесарные тиски и сборка-разборка, скажем так, металлических конструкций, которые требуют зажима в металлические тиски. Стенд, на котором осуществляется поверка, входной контроль приходящих приборов, поскольку наша фирма занимается не только ремонтом и поверкой, но в том числе и продажей новых геодезических приборов. Каждый прибор, приходящий на склад, после транспортировки проходит обязательную поверку на данном стенде. Здесь осуществляется поверка нивелиров, тахеометров. Для этого как раз существует вот этот стенд. Причем, поскольку все-таки у нас народ достаточно творческий, стенд немножко доработан. Немножко, но есть. Вот в данном случае есть зеркало сферическое, которое позволяет поверять тахеометр, не вскакивая с табуретой, чтобы посмотреть с той стороны, а какая у нас ошибка. То есть человек, сидя на табурете, видит показания на дисплее, которые у нас отражаются в зеркале. Клиентский стеллаж находится близко от входа, для того, чтобы клиенту было удобно загрузить. Или же забрать отсюда собранный заказ, если они заказывают новое геодезическое оборудование. Еще утром клиентский стеллаж был полный. Привозят нам оборудование разное и в достаточно хорошем состоянии, и не всегда в хорошем, то есть немножко поработавшее. То, что мы можем отремонтировать, мы стараемся отремонтировать. Но вот подобные вещи, допустим, уже ремонту не подлежат. Но люди могут поменять. Есть новые кейсы. Если кейс в более-менее хорошем состоянии, мы осуществляем ремонт кейса. А для этого распечатываем недостающие детали, допустим. Вот перед нами ручка с фирменной надписью НГС. То есть это уже наши разработки. Петли мы ремонтируем. И застежки мы ремонтируем. 3D-печать. И в случае необходимости винты ремонтируем. То есть ставим свои новые, тоже с надписью НГС. Если у вас на биподе или триподе лопнуло вот эта пуговичка, которая позволяет вам не раздавить углепластиковую виху, то это тоже можно к нам. То есть мы ремонтируем. Оборудование бывает достаточно новое, бывает послужившее. То оборудование, которое уже морально устарело или физически устарело, мы меняем по трейдину со скидкой 25%. То есть предлагаем свое оборудование, новое, вместо того, которое уже вышло из строя. Скидка по трейдину 25%. По приборам, которые поступают, здесь тоже свои нюансы. Бывают приборы, которые поступают, требующие не только поверки, но и мелкого ремонта. Например, допустим, как вот этот поработавший нивелир, но у него вот это вот основание, оно крутится как на 88-ом клее. Поэтому мы разбираем, соответственно, все, промываем, смазываем и даем вторую жизнь. В случае, если у него, допустим, вот отклеилась вот эта вот призма, естественно, тоже при разборке призма подклеивается на место, крепится. И данный прибор еще поработает. Несмотря на то, что, ну, он достаточно солидного возраста. Вот тоже привезли на ремонт. Отступствует, потеряли где-то или сломали где-то застежку. Будет изготовлена такая же застежка. И проведен ремонт кейса. Привезли ВИХУ углепластиковую, которую тоже нечаянно, видимо, где-то ударили. Вот трещина. Будет произведена склейка, наложен бандаж. И эта ВИХА еще поживет, ну, достаточное количество времени. Справа от нашего стеллажа расположен стенд для поверки рейк дорожных. Стенд целиком разработан и сделан своими руками. Для того, чтобы убедиться, что да, здесь все нормально, мы специально взяли абсолютно новую, только что пришедшую к нам дорожную рейку. Ее поставили. И можно убедиться, уровень соответствует НОНИУСу на нулевому показанию на головке данной дорожной рейки. Специально для этого поставили. Естественно, что он регулируемый. То есть он с одной стороны зафиксированный, с другой мы имеем возможность регулировки на те углы, которые нам нужны. В нашем сервисном центре мы занимаемся прошивкой оборудования ГНСС разных производителей, ремонтом, заменой элементов аккумулятора, ремонтом контроллеров. Самостоятельно делаем кабеля питания, кабеля для передачи данных, связанные между собой разные производители. Лейка, Топкон, Тримбл, Принсье. Для нужд сервиса мы самостоятельно проектируем, распечатываем на 3D принтере различные аксессуары. Вот этот адаптер для использования антенны, радиомодема, крепления на вешку. Вот крышка для антенны ГНСС. Для тахеометров, ручки, крепления антенны. Вот есть ремонт антенны, лейка робота. Так как у наших заказчиков встречается оборудование различных производителей, лейка, Топкон, Тримбл и Принсье, в том числе, мы стремимся к унификации аксессуаров, в том числе радиоантенн. Если у Топкона разъем БНС идет в комплекте, то мы их переделаем на ТНС, чтобы было удобнее просто заменять антенны. У лейки для работы с антенной нужна вот такое приспособление отдельное. Мы считаем, что оно лишнее в данный момент. И можно переделать сразу напрямую разъем на ТНС. Это удобно, нет дополнительных аксессуаров, нечему ломаться. Основные проблемы поломки, которые приходят вместе с тахиометрами, это у нас разъемы, экраны, плохо работают кнопки, либо они там повреждены. Закрепительные винты, что горизонтальный, что вертикальный. Бывают тахиометры ударенные, у которых повреждение корпуса. Осуществляем ремонт различных тахиометров, соки, топкон, тримбл, лейка. Наш сервис осуществляет ремонт как геодрического оборудования, так и оборудование систем управления строительной техникой всех брендов. Топкон, лейка, тримбл и, конечно же, CHC. Помимо этого, у нас есть собственные разработки для всего этого оборудования. Например, витой кабель, который осуществляет передачу сигнала с антенной непосредственно на приемник, который располагается в кабине собственного производства НГС. Он подходит как для систем топкон, лейка, тримбл, CHC, навигейшн – универсальное решение. Также, понимая специфику эксплуатации оборудования непосредственно в наших условиях, получив оборудование на монтаж, мы поняли, что необходимо усилить защиту. И на системы для агрейдера и для бульдозера мы разработали свой тип, подходящий именно для нашего типа датчика. Когда мы говорим про экскаваторные системы, защита не менее важна. У нас есть четыре датчика, и все четыре мы защищаем с помощью защиты также собственной разработки. Дорогие коллеги, если вы чувствуете, что любой геодетический прибор, который находится у вас в работе – спутниковый приемник, электронный тахеометр, оптический нивелир или 3D-система любого бренда нуждается в техническом обслуживании, ремонте или поверке, обращайтесь в сервисные центры НГС. Мы работаем в Казани и Саратове для вас.